Привет, стратегические жевжики! Вы слышите Алексея Халецкого. Я начинаю на уровне сложности божество проходить Seedmare Stivilization VI Gathering Storm с последним патчем и с новым режимом Варварские кланы. Но прежде надо решить, за кого и как играть. Я у вас это спросил, наверное, с неделю назад. Попросил принять в голосовании. Приняли участие больше полутора тысяч человек и с подавляющим преимуществом у нас тут побеждает Россия. Давненько, конечно, за Россию я не играл, понятное дело. Мне кажется, поэтому и проголосовали. Но, правда, можно было выбрать пять цивилизаций, может, и по остаточному признаку выбирали. Тем не менее, больше чем на 10% опережает второе место. Второе место Маурии. Вообще тут второе и третье заняли те цивилизации, за которые в сетевых играх не поиграешь. Поэтому, видите, я... Возможно, следующее... Ну, наверное, следующее божество будет какой-то с новой цивилизацией. Должна выйти последняя неизвестная цивилизация. Но за Маурии, очевидно, надо точно сыграть. Потому что один раз я только ее показывал. В принципе, я думаю, что за Маурии обязательно надо будет сыграть. Но, тем не менее, сегодня Россия. Еще я хотел бы отметить... Ну, понятно, там на последний месяц, например, Китай, за который я недавно играл. Колумбия, которая просто неинтересна. Слишком убернация, я так считаю, одного раза было достаточно показать. Но почему кхмеры тоже в конце пледутся, мне непонятно. Одна из сильнейших цивилизаций в шестой цивилизации. Почему так мало за них голосовали? Ну, в любом случае, первое место Россия. Второе у нас получилось Маурии. Третье Австралия. И там приблизительно равны Германия. Египет, кстати, тоже почему-то. Это Канада, Македония и Турция. Не знаю, почему Египет и Канаду так хотели тоже писать. Ну, Россия. Дальше карта. Тоже практически единогласно. Континенты. Вот эти были континенты или континенты и острова. Чуть больше за континенты и острова. Я согласен, что при игре против компьютера это действительно самая интересная карта, по моему мнению. Потому что остальные, ну, такое, с определенными проблемами или не проблемами. Там архипелаги, понятно, заточены на морские какие-то цивилизации. Так что континенты и острова. Уровень стихийных бедствий мог и не спрашивать. Тут и так понятно, что все самые максимальные затребуют поставить. Ресурсы, как ни странно, я, честно говоря, думал, что большинство будет за редкие. А нет, пожалели меня большинство, подавляющее за стандартный режим. И в исходное положение тоже пожалели баланс. Мне сказали ставить даже больше, чем стандартное. Ну, баланс имеется в виду, что у столицы обязательно будут железо и лошади. Только в этом. Так что давайте начинать. Я уже все подготовил к началу, выключил все моды, естественно, поставил настройки. Как видите, карта огромная на 12 цивилизаций, божество. Все, что вы хотели. Ресурсы стандартные, исходное положение баланс, стихийные бедствия четверочка. Выбрал Россию. И все цивилизации, которые в New Horizons появлялись. Плюс Теодор Рузвельт, мужественный всадник Екатерина Медичи, великолепная. Это для тех, кто заранее предзаказ сделал. И поставил еще сандок как самую научную вкупе с Хамурапи. Посмотрим просто, как оно будет развиваться. Включил варварские кланы, включил монополии и корпорации. Но не включал случайные технологии и социальные институты. Просто я хочу в оригинальном развитии посмотреть. Я не считаю, что монополии и корпорации сильно влияют. А вот случайные технологии точно сильно влияют. Поэтому их не включаю. И условия победы все включены. Все, давайте начинать. Россия, конечно, очень сильна. Но главное, чтобы нам тут завезло с тундрой. Великое посольство, дополнительную науку и культуру от торговых путей к другим цивилизациям. Более развитым, чем Россия. На божестве как раз очень в тему. Это способность, согласитесь. Дополнительная территория при основании городов. Сразу у вас много клеток будет. И плюс веры и производство в тундре. Кроме того, юниты не получают урона от снежных бурь. Это такое себе. И ведущие против войну цивилизации против России. И 100% урон от снежных бурь на территории России. Тоже так себе. Лавра и казаки. Офигительный уникальный район и офигительный наземный юнит. Давайте посмотрим, что у нас за территория. Так, территория как-то не так уж и много тут тундры, да? Ну, не буду я уходить, конечно. Не хочу я тратить время, например, поставить на медь, чтобы больше тундры захватить. Давайте уже использовать то, что есть. Ну, вот в этом, например, проблемы всяких таких цивилизаций. Типа Канады, Малии, России. Нету территории, вот, под которой заточена цивилизация. Уже минус какие-то бонусы, да? Ну, начнем с разведчиков. Знаете, я даже, наверное, первого разведчика действительно на производстве сделаю. Тем более, что это будет еще веру мне капать. А второго разведчика я, наверное, уже переключу на... Хотя бы, ну, то есть город, видите, 7 ходов медленно растет. Хотя, кстати, может быть, животнов... Не, 5 ходов. Может быть, лошадки откроются быстрее. Или даже не переключать. Ну, как бы скаутов надо быстро сделать, на самом деле. А потом уже на рост. Переключить. Ладно, пошли так пока. Тут не особо... Ну, вообще, ресурсов много. С другой стороны, только один на счастье. А, этот тоже, кстати. Нет, два на счастье. Ну, в принципе, ничего так. Так, на Днепре как раз стоим. Кайф. О, Аншан. Кстати, Аншан нам будет неплох, потому что он дает две науки за каждый шедевр литературы. И за реликвию и каждый артефакт. А у нас, напоминаю, у России лавры накапливают... Накапливают очки великих всяких... Этих... Великих писателей, художников и музыкантов чисто от лавры. Мне бы, кстати, в лавру сразу, наверное, как-то пойти. То есть, понятно, что мне нужен пантеон все равно на тундру. Все равно надо будет на тундру брать. Выглядит, что вот сюда надо ставить лавру. Так, предварительно. Ну, так-то пока не пристаем. Может, город переименовать в какой-нибудь Смоленск или в Киев, например. Как раз... О, давайте, кстати, в Киев переименую. Во-первых, немножко поджечь жопки всяким националистам. Я даже не знаю, каким конкретно. Украинским, российским, как хотите. Ну, просто, чтобы, ну, на Днепре. Если мы стоим на Днепре, то столица России будет Киев. Будем считать, что мы за Древнюю Русь играем. Вот так. Ну, просто я не могу. Ну, Санкт-Петербург на Днепре. Я же не могу Днепр в Неву переименовать. К сожалению, кстати. А вот... Город... Будем считать, что он тут на берегу Киевского водохранилища находится. Так. Я, в первую очередь, пойду исследовать вот эту территорию. Я хочу узнать, сколько у нас тут... Вот, видите, здесь... Здесь лавра, кстати, будет. Если мы пантеон возьмем, если мы его возьмем, то на плюс пять. Или на плюс шесть. Вот, смотрите, эта гора считается тундрой. Не, наверное, не будет, что типа и от тундры, и от горы соседства. Не, наверное, плюс пять. Ну, пойду сюда. Потом на один из этих холмов прыгну. Так, в защиту встану. Во всякий случай. Так, варвары меня уже запалили. Что не очень хорошо. Видите, два хода. Давайте я сделаю скаут, а потом уже на еду буду переключаться. Тем более, еще раз повторю, это еще и очки веры нам капают. Сейчас увидим, где у нас лошади появятся. Ага, есть лошади. Вот я на них и переключусь, когда мы... Когда мы скаута доделаем. Давайте, наверное, вот сюда встану. Ага, вот где у нас первые варварцы. 47 золота. Я бы, кстати, покупал у них этих юнитов. Действительно, очень неплохая стоимость. Я об этом в обзоре говорил. В обзоре говорил, но 47 золота, это очень дешево за дуболома. У нас просто дуболомы стоят 80. Практически 50% скидка. Очень-очень неплохо. Так, давайте думать. Ну, лошадей мы открыли, но вообще сначала бы горное дело, потому что серебро и медь. А потом можно и в астрологию заглянуть. Хотя это, знаете, зависит... Вдруг я тут чудо найду. Чудо природы. Это ускорит... Ускорит... И астрологию, и мое желание. Блин, не переключ... А, так, один ход, все нормально. Пока все нормально. Вот теперь переключаюсь на лошадей. Ставлю строителя делаться. И этим парнем, наверное, сюда побежать. О! Странно, он пробежал так. Не надо бы у него было... Хотя, какая разница? Он бы тут дальше не мог ни сюда, ни сюда пройти. Нормально. Так, есть какие-то эти. Давайте подходить. Угу. Ну, тут понятно, что где-то на реке надо ставить город. Но в будущем я, конечно, буду, в первую очередь, сейчас где-то вот здесь ставить. Блин, мне не нравятся эти горы, что мало тундры, на самом деле. Вот это мне не нравится. Ну, так, предварительное размещение сюда города. То есть он и до цитрусовых достает, и еще одни цитрусовые. Тут лошадей у нас куча. В принципе, вот это ничего, такой город будет. Но опять без тундры. Вот это меня только смущает. То есть, соответственно, лавра у нас тут не работает вообще. Кстати, а что в Киеве следующем? Опять нету. То есть, две еды, только вот эти клетки. Две еды и одно производство. Нет, выкупать я пока не хочу. Деньги нужны. Блин, сейчас прибежит, сообщит, тут лошади появятся. Я бы, кстати, за деньги юниты просто купил, действительно. Ну, давай строителя. Один посол. Фигня полная. Фига мне. А, подожди, один посол. Нет, посол это не фигня. Посол это нормально. А, оказалось, это дипломатическое очко. Нет, посол нормально. Посол тоже ничего. Пока, правда, ваншан нету смысла будет его отправлять. Ну, может, сейчас мы еще какие-то города найдем. Знаете, я, наверное, даже не буду пока атаковать. Во-первых, мне нужно плюс пять против варваров поставить. Так, что-то он тут опять Киев не то мне обрабатывает. Или нормально, или пускай... Пускай быстрее строитель появится. Так, 11-2, вот так. 6-2. Пофигу. Лучше давайте так. Ну, надо, чтобы город рос. В принципе, медленно город растет. Блин, мне вот эти города... Вот эти места стундры не нравятся. Честно вам скажу. Во-оп-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. О, Матерх-хорн. Что-то дает? Занимает одну культуру соседним клеткам Прошедший рядом с горой игнорирует холмы до конца игры И получает плюс три к боевой мощи на холмам Ничего себе И тут озеро, надеюсь Озеро, Аральское море Кстати, Аральское море Ну, Аральское море это в этом Что там, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, по-моему, где-то там оно Но вообще Вообще, вот тут прямо на скоте На скоту Тоже город неплохо выглядит То есть соседство с чудом Отсюда юниты будут Так-то надо будет пройти рядом, чтобы получить Плюс три к силе И чтобы скауты По холмам бегали Так, ну астрологию Астрологию Собственно, нам лавра нужна Я даже, наверное, лавру Бахну быстрее Чем Блин, до сих пор этот глюк Что тут не меняются цифры А тут меняются Что-то 11 до сих пор Лавру быстрее, чем поселенцы Я думаю, сделаю Так, сейчас появятся Юниты здесь Нет Странно Спасибо Так, ну вот как раз мы этим пойдем Пшеницу обработаем лошадей А этот будет у нас медь И серебро обрабатывать Класс Так мне еще надо тогда Крабиков открыть Давайте после астрологии Сразу в мореходство Так, это мы неплохо собрали Тут еще будет Бонус Слушай, так мне тогда Этому, может, разведчику и не брать Хождение по холмам Он и так мне будет по холмам ходить Между прочим Точно Так, мастерство Ну, давайте Блин, я просто сейчас боюсь, что варвары Странно, прибежал скаут И варвары не появились Ну, а даже, слушайте Даже если они появятся Они атаковать не смогут Первый ход Так ведь Так что пока норм Если что, я отойду О Самарканд Причем первым встретил Что Самарканд дает? Теперь ваши строители Могут строить торговые купола Плюс два золота И плюс одно золото За каждый соседний редкий ресурс Ваши исходящие международные торговые пути Дают плюс одно золото За каждый торговый купол На начальном этапе Нельзя Ну Честно говоря, так себе Не скажу, что прям уже Супер-пупер Блин, смотрите Тут все горами закрыто Ну тут Получается, что тут Только один город какой-то Я поставлю Три Не, ну в принципе Теперь сюда еще Влазит город Вообще тут два города Влазит Но это слишком мало клеток Мне кажется Тут только один какой-то Надо ставить Слишком мало клеток С тундрой Так Вот работаем Этого Я же открыл уже, да? Я могу? Да, горное дело Могу Все, сюда идем Так Этим Подходим сюда Горную подготовку Взяли И тогда рейнджера берем То есть Перемещение по холмам У нас и так, считайте Есть от горной подготовки От Матерхорна Поэтому нету смысла Его брать Так До лавры Два хода Ну давайте Поселенца Эти два хода Построим А потом лавру Сколько стоит Сорокет Тогда не трачу Деньги пока Не, ну странно Как это выглядит Прибежал Может этот скаут Не отсюда был Может он Вот тут Какой-нибудь лагерь Ладно, протокую В принципе Он пока не убивается У меня Нанять великого ученого Хочет Самарканд А Аншан Что хочет Скопейщиков Ну Вот То, что она у нас Просит Аншан Мы вполне можем Выполнить Между прочим Но через два хода По идее У меня должен быть Пантеон Тогда не буду Переключаться Так Подожди А если я Вот Так сделаю Четыре Шесть Не то чтобы Мне нужно было Быстрее Пусть Я бы хотел Все-таки До трех Вырасти Ладно Давайте пока так Тем более Что я Все равно Сейчас переключу Через два хода Переключу На строительство Лавры Пока постоим Тут у нас Верховая езда Вот Следующим ходом Как у нас будет Двенадцать Я отсюда Переключу На лошадей Мастерство И колесо Прокачали Так Ну пока В принципе Если не считать Малое количество Тундры В принципе Мне мой старт Нравится Ну как Посмотрите Как мы По холмам Бегаем Наска Ну Хорошо Что есть Религиозная ГГшка Но Наска Нам вообще Не нужна Потому что Стрельбу из лука Ускорили Подожди А как А это у него задание Ускорить стрельбу из лука Понял Понял Еще руинка Да Вот это конечно Катипогор много Для научной Для научной ГГшки Но Для Для кампусов Но Как Для России Конечно Тундры практически Нету Да Наску Кстати Уже не я Нашел Наску Кто-то Нашел Уже Два посла Там сидит Ты смотри Ка Так Следующим Ходом У нас 12 очков Должен быть Уже пантеон Так Мореходство Будет у нас Четыре хода Открываться Я просто думаю Этим рабочим Может мне просто сюда Еще один этот Не Мне надо У этого Рабочего По одному заряду Останется И как раз Два краба Обработать Это я ускорю судостроение Или что там Или гавани А вот и коник появился Но коник это кстати Не скаут Прибежал Так Ну и почему Мне не дают Принять Пантеончик Взять Интересно Нет Ууу Тут вообще Закрыто горами Ну Это Поставок Ладно Давайте Знаете Выглядит так Что я хочу Вот сюда Ставить город Потому что Тут как раз Он По максимуму Именно все Тундровые клетки Забирает Но это Печально Печально Что так мало Тундры Для России Но в принципе Места подгорода Просто Обычные Места подгорода Неплохие Давайте Обсмотрим Этот Байкал Тут Блин Тейтварор Не дает Забрать руинку Пока Так Немножко Возвращаемся То есть я планирую Тут на крабиков Идти И смотрим Что у нас По лавре Ну Собственно Как я и думал Естественно Я не хочу Здесь ставить Потому что Будут извержения Зачем мне это Я выкупаю Эту клетку И сразу Начинаю Лавру строить Она в два раза Быстрее строится Всего Три хода Три А можно Плюс Или пускай Ну блин Я буду Вот так Два хода Давайте Город И растет При этом И Лавра Два хода То есть это я В нормальный век Выйду Потом я приму Приму религию По идее Это у нас Двенадцатый На четырнадцатом ходу Уже будет лавра Я думаю Что где-то Примерно Два Блин Я даже Наверное Не буду С поселенства Спешить Я проекты Проведу Чтобы религию Принять Мне так Кажется Ой Так вот И Пантеон Есть Танец Авроры Ну Блин Давайте Подумаем Стоит ли Оно Того Ну По идее Если я выйду В золотой век У меня довольно Будет много Веры И я Как раз Поселенцев Чисто за Веру Подокупаю Правильно Ну Это понятно Не надо На реке Я точно Не буду Ставить Ну И тут Нету Как бы Нормальных Рек Для меня Создание Чудес Точно Нет За каждое Священное Место Кампус Искра Божья Такое Се Так Производство На болотах Оазисах И поймах Рек В пустыне У нас Болот Болото Есть Но маловато Тоже Так себе Ну Вообще Производство От рыбацких Судов Есть Три штуки Но Так то И все Я дальше Тут не буду На рыбацких Хотя Вот тут Будет Еще Ну Такое Кстати Тоже Эти Жемчуг Еще Один У нас Как минимум Два Предприятия На цитрусовых И на жемчуге И по-моему Кстати Кто-то из них Веру Дает Давайте Ко глянем По Монополиям Да Жемчуг Плюс 25% Веры Как раз А цитрусовые А цитрусовые По-моему На еду Что-то А военных Юнитов Ну Тоже Неплохо Кстати Тоже Неплохо Богиня охоты Производство От лагерей Вера От каменоломен Точно Нет Производство И вера От каждого Лучшего Стратегического Ресурса Ну То есть У меня тут В принципе Есть Лошади Блин Блин Давайте Раз уж Мы Россия Давайте Уже На тундру Так уж Если Играем На тундру Давайте На тундру Хотя Так Не настолько Уже Намного Она Будет Действовать Так Три Хода До Возможности Спуститься На крабов Тут Я бы Переключился Конечно Сюда Уже Тут Три Деньги Дает Тут Мы Стоим В защите Пускай Нас Эти Коники Пока Лупасят Так Что я Хочу Давай Давай Реликвию Нац Монет Ну Так Себе Так Уже Нормальный Век Тринадцатый Ход В принципе Ничего О Десять Вера Зачем Мне сейчас Десять Веры Уже Нафиг Надо Честно Говоря Не Ну Вера Всегда Нужна Почему На будущее Это для того же Поселенца Если я выйду В Золотой Век Тут Вот это Конечно Грустно Тем более У меня тут Считайте Скаут Застрял Ну я пойду Конечно Там Смотреть Блин Надо Надо Юниты Ой Ой Блин Вот это Подстава Случилась Сейчас Так В любом Случа Мы тут Нанимаем Кстати Всадника Дают Этот Всадник Дает Каждый Юнит Разных Юнитов Каждый Лагерь Варваров Разных Юнитов Дает А Он На всех Видите И теперь Следующий 76 Стоит Но Кстати Воина Орла Дает Ничего Себе То есть Уникальный Ацтекс Юнит Можно Будет Прикупить О Это У нас Галы Давайте Встретимся Ну Далековато Кстати Меня устраивает Что он Так Далеко Стоит Блин Что-то У него Уже Ну 175 Как Всегда Блин Жалко Я Дуболома Потерял Так Ну Я бы Честно Говоря Почитал Проекты Два Хода Всего Я считаю Это Так Там Всадники Кстати Варварские Они по-моему А Слушайте А мне так Видели Блин Эти Мисклики Тупорылые В циве Так Меня Бесят Мне Кстати Дали Такого же Всадника Как У Варваров Я хотел Сказать Вот У Варваров У Варваров Слабые Всадники Ну Мне Такого И Дали В общем Это Так Тут Мы Ждем Открытие Мореходства После Мореходства Куда Пойдем Орошение Подождите А С Каких Пор Орошение Кстати Раньше Орошение Было Тупиковые Технологии Ну В каком-то Патче Объединились С математикой Таки Все реально Было Тупиковые Технологии Я вот Не помню Когда У меня Такое ощущение Что это Или в этом Или в прошлом Получается Ну А на Мореходство Пока не хочу Думать Что тут Следующее Строить Пока Мореходство В любом Случае Принятие Религии По идее Меня Уже Введет В Золотой Век Аж Тих Край Спокойный Слаб Ну Да Что Есть То Есть Вон Кони Скачуть Скачем Скачем Пара Тут Встану Потому что Они Не должны Меня Убить Двумя Конями А Так Они Не Забегут Чтобы Ограбить Так Все Еще Стоим Тут Ждем Блин Не знаю Может Все Таки Посила Кстати Пророка Уже Тоже Кто-то Набивает И Ученого Уже Тут Ну Вот Видите У меня Уже Идут Очки Великих Этих Это Это От Лавры Это Способность России Я Считаю Что Очень Слишком Крутая Способность Это Надо Бы Охренеть Да Тут У Гава Места Под Кампуса Имеются Кстати А теперь Получается Очков Эпохи За Уничтожение Лагерей Варваров Не Получить Так Что Л Может За Что Другое Дают В Этого Режима Нормально Позволяет Строителям Грузиться На корабли Да Рыбацкое Рыбацкие Суда Я просто Пока Постаю Хаймс Меня Атакует Я Те же Плюс Пять Имею Так Погрузились Обработаем То есть Я этим Ускорю Навигацию По звездам Ну Давайте Ворошение Через Гончарное Дело Уже Что Тут Я Не Вижу Чтобы Мне Компуса Были Нужны Например Да Там Конечно Грустно Скаут Сверху Бродит Ну Боже Тут Еще Конь Наплодили Ну В принципе Места Есть Да Тут Еще Где-то Можно Будет Может Аншант Захватить Хотя У него Хорошие Способности Для меня Опять же Повторю То есть Поставить Театралочки И Набивать Науку Оттуда Например Блин Еще Ничего Си Там Так Ну Давайте Это Мы Точно Заменяем Так Подождите Я пока Не буду Менять Я хочу Еще Я тут Отступить Не могу Разведчик Вот Это Подстава Проход Какой-то Будет Так Здесь Мы Ускоряем Навигацию По Звездам Что У нас Ну Вообще 17 Ходов Да Давайте Я все-таки Поселенца Построю И поведу Сюда Его Ставить Потому что Тут Вообще Опасно Надо Поселенца И Надо Юнитов Через Два Хода Я смогу Юнитов Строить Не Ладно Я тогда Давайте Так Пока Пойду Международную Торговлю 0 2 8 8 2 Ну Давайте Так Оставлю Тут Отойду Наверное Сюда Пускай Он Атакует Надо После Поселенца Все-таки Какие-то Юнитов Построить То есть Пока Мне Можно Не Спешить С Религией Я Точно Его Первый Возьму Блин Как Мне Тут Разведчика Спасти Я Могу Наверное Вот Сюда Если Отойду И Вот Так Вставлю Не Должен Убить Поехать Если Тот Тот Может Тоже Проатаковать К сожалению Блин Что-то Вот Этот Вот Этот Конечно Лагерь Немного Напряжно И Мне Кстати Судя Мне Его Кстати Обязательно Надо Уничтожать Иначе У меня Город Сюда Не Встанет Тут Будет Город Государства И Все Слушайте А тут же Был Да Уничтожили Вот Тут Какой-то Клан Варваров Был Уничтожили Его Ну Да Твари Блин Это Еще Стреляющий Ну Это Какая-то Подстава Блин Ну Какая Короче Жопа Начинается С Варварами Да Очень Все Нехорошо Сколько У меня Еще Стоит Опять Сорок А Три Хода Еще Не Могу Нанять Так Ну Тут Придется Юниты Строить Таким Макаром Иначе Грусть Так 12 ходов Нормально Ну То есть Я Через 9 Ходов Нет Каких 9 Что я Туплю 6 5 Через 5 Ходов У меня Пророк Сами Своим Ходом Появится Я думаю Сварь Так Ну Тут Мы Пойдем Потихоньку Туда В снегах В снегах Конечно Тоже Что-то Можно Наверное Будет Поставить Блин Еще Один Видите Это Морской Варварский Клан Серая Акула А эти Как Называются 5 Звезд Это не 5 Звезд Коньяк Что-ли Армяне Что-ли Все Не растет Больше Город Да Вот так Давайте Сделаем Не Тут Надо Город Ставить И Надо Будет Лавру Сразу В нем Строить Тоже Потому Что Я должен Выйти Золотой Век И Собственно За счет Этих Двух Городов И Лавры Покупать Поселенцев И Ставить Города Мало Тундры Мало Всего Тут Еще Посмотреть Территорию Туда Куда Еще Город Должен Явно Влезть Взял Убежал Разграбил И Убежал Главное Чтоб Тут Варвары Не Появились Пока Я Туда Иду Будет Вообще Грустно Ну Вот Здесь На Реке Типа Хотя Мне Кажется Тут Какая Тундра Еще Будет Посмотрим Посмотрим Очень Странная Генерация Карты Пока Так Агалы Кого-нибудь Еще Встретили Да У них Еще С кем То Встреча Но У них Такие Хорошие Отношения Вряд Ли Они Будут Драться Так Сколько У нас Еще Один Ход Следующим Ходом Купим У них Всадников Тоже С С Этим Лагерем Надо Что То Делать Его Надо Уничтожать Так А я Международную Торговлю Ускорил Да Убью Кажись Да Слава богу Не разграбит Мне пшеницу Это хорошо Город Будет Расти Хотя Блин Вы Прикалываете Что Такие Горы Это В Тундре Что Это За Урал Какой То Прямо Да Так Когда У нас Там Пророк Два Хода Через Ход Появится Пророк Уже И Нам Надо Как Один Так Подождите Я хочу Глянуть Где я могу В Навигацию По звездам Я не успею Выйти Тут я тоже В античность Явно не успею А Так у меня Пророк Будет Да Все Так это Уже Золотой Век У меня Пророк Одно Очко Даст И Собственно Религия Все Тут Уже Можно Не Беспокоиться По этому Поводу Мне Интересно Посмотреть Далее Вот эти Я купил Всадников Это считается Что я Использовал Лошадей Или Нет Подарки Да Походу Походу Не считается Кстати Как ни Странно У тебя Всадники Вроде Как Ну Это Типа Варварские Всадники Да Не Те Которые Мы Строим Так А я Еще Не Ускорил Обработку Бронзы Нет Смотри Ну Наверное Дальше В обработку Бронзы Пойду Что-то У меня Реально И Культуры Мало И Науки Мало Совсем Грудная Просто Один Город Зато Веры Дофига Все Окей Типа Типичная Россия Да Море Лаптевых Так Надо Посмотреть Какие У нас Города На Море Лаптевых Находятся И Называть Соответствующие Есть Пророк Пошли Основывать Православие Надо Еще Решить Какие Верования Брать Тоже Все Не Просто Так Так 23 Ход Может Хватит Лечиться Пойдем Уже Наказывать Блин Там Проблема В том Что Тут Копейщик Стоит То есть Мне надо Сюда Идти Прачником Тоже Несомненно Блин Что-то Мне жалко Я так Трачу Производство На прачников Без карточки А с другой Стороны А что Мне тут Еще Светилище Мне не Надо Пока Там Бармен Монумент Было бы Неплохо Наверное Но Тоже Такое Ладно Еще Два Хода Прачников Эти Проблема У нас Тут С Варварами Этот Лагерь Точно Надо Уничтожать Сто Пудово Может Убьешься Сам Об Меня Спасибо О Прям Сейчас Уже Открыли Это Хорошо Так Меняем Здесь Погодите Пока Не Меняем Давайте Я Пока Попробую Убить Нет Тут Не Убивается Далеко Да Ничего Нету Подходим Основываем Религию Ничего Православие На месте Так Трудовая Дисциплина В принципе Конечно Неплохо Но у меня Всего Лишь Два А уже Три Религии Основаны Ни Хрена Себе Вообще Нормально Я Пока Ждал Пророка Господи Чуть Без Религии Не Остался Ну Выглядит Так Что Надо Все Так А что Нас Мощи Реликвии Утраивают Ну Реликвии Фиг Позволяет Покупать Здания В Компусах И Театральных Родных З В данном Суще Тоже Интересная Штука У Меня Аж Будет Ну Блин Я Не Знаю У С другой Стороны Нет Все Чудеса Света Дают Плюс Четыре Веры Это Вряд Ли Довольство В городах С двумя Специализированными Районами Мощи Точно Нет Божественное Вдохновение Точно Нет Международные Торговые Пути Плюс Два Золота Городами Со Священных Ну Хочу Хочу Производство Не Знаю Вот Мал Я Понимаю Что у меня Мало Будет Лавр А В других Тут Только в двух Городах Возможно Соседство Нормально Но у меня С другой стороны Есть горы Там тоже Есть где Поставить Матерхорн Это чудо Тоже Будет Давать Соседство Так что Возможно Все таки Нормально Пойдет Так Что нам Здесь Взять Может Межкультурный Диалог Кстати А эти Религии Кто Принял Ну то есть Не гал Это не гал В принципе Я смогу На гала Распространить Если что Я просто думаю Что лучше Межкультурный Диалог Потому что Я Науку Попробую Вот С того Научного Города Брать То есть Через Театральные Площади А может На деньги Вообще Церковную Десятину Просто Я полюбил Церковную Десятину В последнее Время Ну Защитник Веры Против Компьютеров Так себе Мне так Кажется Давайте Церковную Десятину Не знаю Плюс Два Опа Я думал Плюс Четыре Будет Это Плюс Четыре Было По Себе Первый Основал Да Черт Ну у меня Шесть Ходов Чтобы Так Блин А я Собственно Не знаю Где мне Взять Эти Два Очка Верховую Езду Ехать Так Далеко Во Блин Кстати Аншан Могу Засоюзить По Идеи Мне Надо Послов Где-то Еще Надыбать Например Через Мистицизм Так Это Он Долго Будет А что Он Как У него Задание У него По-моему Копейщик Да Так Знаете Что Давайте Поставим Эту Карточку Плюс Пятьдесят Процентов Антиквали Вот Этого Ну а Тут Наверное Просто К Производству И Надо Копейщика Построить Я Буду Первым Сюзереном Аншана И соответственно Он мне даст Очки За это А ну класс Я копейщиков Не открыл Ладно Пока тут Прачников Строим В любом Случае А слушайте Может мне За уничтожение Этого лагеря Все таки Дадут Какие-то очки Тоже Сейчас мы Проверим Между прочим Так Но мне Не все равно В мистицизм Нет Мне не в мистицизм Надо Мне в теологию Надо Это через Рай Ну через Мистицизм В любом Случае Население Довести Чего мне так Реально Как-то Веры Так мало Не веры Культуры Культуры Так мало Культуры Потому что У меня города Хреново растут Именно Поэтому Так Давайте глянем Что у нас тут Теперь пять Производств А в теологию Чтобы поставить Карточку На соседство Лавры И соответственно Будет плюс Десять К производству И к вере Да Давайте Антикавалерийских Возьмем Здесь Так Здесь я просто Постою Кто-то Стоунхендж Построил Не знаю Я вот считаю Что Выгоднее Даже если вы не Россия А просто обычная Цивилизация Вот сколько Лавра тут Производства Значит Пятьдесят четыре Производства У вас будет Священное место Да И Провести Молитву В священном месте Еще двадцать четыре Это Семьдесят восемь Семьдесят восемь Производства И там чуть-чуть Останется еще добить И вы получите веру И потом у нас будет капать Постоянно А Стоунхендж Где он тут Стоунхендж Девяносто Производства Ну это базовое Это на обычной скорости То есть у нас сетевой Будет девяносто Производства И Тоже две веры дает А Священное место Будет больше давать веры И более того Вы со Стоунхенджем Не сможете распространять веру Потому что у вас нету Святилища Например Вам все равно надо Строить священные места Поэтому я считаю что Это чудо Реально не стоит того Чтобы его так Спешить с ним И строить То есть лучше Священное место Реально поставить Выгоднее По всем параметрам Может у кого-то другие Конечно Вычисления Сообщите мне о них Так Так Надо попробовать Убить просто Эту Фигню Ну убиваем Вроде Фрачником Да Получилось Для ускорения Для ускорения Стрельбы Из лука И попробуем Следующим ходом Этот лагерь Уничтожить Так Четыре хода У нас осталось А вот Кстати дали Еще одну очку Потому что В тундре Встали Блин Я бы конечно Я бы поставил Каломатер Хорна И все Я бы уже все Решил свои проблемы Вау Просто Просто вау Конечно Когда тут Какие-то ресурсы Есть Давайте глянем Лавра Плюс шесть Лавра Плюс шесть Плюс шесть Плюс шесть Плюс шесть Ну Давайте подумаем Здесь у нас Кампус Да Плюс три Может встать Собственно Здесь может Плюс три Встать Но тут Но тут Мы для Нет Для столицы Мы не оставим Потому что Столица Не дотягивается Тут еще Может быть Кампус Ну То есть Тут Кампус Для Астрахани Остается Я просто Не хочу Клетку Выкупать То есть Можно Сразу Здесь Наверное Лавру Ставить Может так Все-таки Чтоб Хоть как-то Все равно Пять ходов Кстати Лавра Строится Лучше сюда Надо Чтоб Город Рос Блин Я хочу Кого-нибудь Встретить Еще О Вот Вот и Последний Очко Отлично Тогда Можно Пока Лагерь Будет Не уничтожать Так А что же нам тут Строить Теперь Раз мы уже Прачников Наделали Мы кстати Не можем Просто в него Встать Потому что Там будут Юниты Все равно Генерироваться И будет Ваш юнит Просто Выталкиваться Что мы будем Вот этого я Отповеду На лечение А эти два Тут будут Одним я ограблю А другой будет Просто рядом Стоять Ожидать Чего-либо Так Светилище Ну Блин Нужны ли мне Строители Тут Киев Как бы Ну Лошадей Починить Возможно Да Не знаю Амбар Не нужен Может Ну блин Торговца Торговца Давайте Торговца Да Хотя у меня Стоит карточка Все-таки Яншан Хочет Копейщика У меня Стоит карточка На юниты Я бы торговца Просто купил Тогда А у меня Копейщик Через три хода Копейщик Через три хода Смогу строить Я через два хода Блин Ну Жалко Карточка Простаивает Я Построил Двух Прачников Без карточки А теперь С карточкой Ничего не строим Может Все-таки Каких-нибудь Воинов Еще Хотя бы Два хода Давайте я Два хода Воинов Построю Потом Один ход Отложу И начну Копейщиков Строить Так Торговца Просто Куплю 95 У меня Накопится Я бы Так Сделал Да Но Лагерь Нам Все равно Надо Уничтожать Будет Но Видите Пока Идет Накопление Очков Уменьшается Их Так Этим Будем Стоять Тут Лечиться Сейчас Появится Когда Юнит И Будем Сразу Их Бомбить Тут И Последнее Очко Перед Золотым 10 Лошадей Зачем Мне 10 Лошадей Нафиг Надо О Тут Есть Какие-то Места Правда Егор Дофига Может Тут Как-то Вот Река Будет Что На реке Можно Будет Город Поставить Но Тут Точно Надо На этом Озере Ставить На Аральском Море Несомненно Но Мы Ждем Следующего Века Чтобы Уже Покупать Поселенцев За Веру Я Уже Точно Уже Точно Две Две Штуки Можно Будет Купить Сейчас Наверное Юнь Тут Появится Два Вообще Нормально Это Вообще Нормально Так Я куплю Сразу Всадников Мне это Нравится Дело Интересно А апгрейдиться Они будут В нормальный Юнит Или тоже С уменьшенной Силой Не А что я покупаю Всадника Если я Хочу Купить Вот Отсюда Хочу Купить Торговца Блин Ну мне Убьют Прачника Если Я не Уйду Причем Еще Так он Как Неудачно Появились Что Эти Может Вот так И так Сделаем В надежде Что Просто Я могу Отойти Но он И этим И этим Может Протаковать И убить Прачника И скорее Все Они так И сделают Эти Гады Варварские Я Не Не Ожидал Что Аж Два Юнита Появится Честно Говоря Блин Чем Я так Катя С горами Меня Завезло Если Б Я Не Был Россией Который Ну На самом Деле Типа Выглядит Как будто Тут Горы Нету Но Это Не Факт Просто Тут Не Видны Территории И На самом деле Если Выкупить Клетку То Тут Может Оказаться Гора То Так Это Но Вообще Не Факт Так Тут Мы Откладываем Один Ход Чтобы Копейщика Построить В Астрахане Лавру Строим Тут Может Быть Будет Место Еще Для Какой Ни Лавры С Тундрой Посмотрим Так Shift Enter Напоминаю Кто Если Не В курсе Ну Что Убьют Я думаю Убьют Прощника К сожалению Твари Просто Твари Я просто Вот Ненавижу Этих Тварей Варварских Просто Твари Так Что У нас С Железом Нормально Нормально Ну Мы С балансом Играем Поэтому Они И появляются Блин У тебя жопа Как бы Нам тут Вместить Города Теперь Ну Вот тут Кстати Лавра Например Будет Раз Два Три На Плюс Четыре Потому Что Тундра Соседствует И Три Горы Копейщик Два Хода Этот Лечится Опять Придется Еще И Прачника Строить Как Этот Хайтут Стоит Лечится Хотя Типа Могу Забежать Но Умрет Тогда Всадник Зачем И Я Я Уже Слушайте А Вот Еще Знаете Какой Вопрос Если Я Например Первый Ставлю Город До Того Как Он Превратится В Город Гостов Тут же Получается Одна Клетка Между Нами Раз Он Сможет Тогда Превратиться Может Он Будет Просто Ну Исчезнет Как То Нет Тоже Бы Проверить Блин Ну Тут Жалко Город Как То Ставить Нет Кстати Мне Надо Подойти К Матерхорну Всеми Юнитами Чтобы Они По Холмам Бегали Я Забываю Об Это Вот Тут Бы Пойти Посмотреть Вдруг Тут Какие Река И Может Еще Влезет Город Какой То Еще Выглядит Так Что Самарканд Стоило Бы Забрать Честно Говоря Куда Мне Дальше Обработка Бронза Стрельбу Из Указать Наверное В Деньги Пойдем Пока Пирамиды Хватит Меня Обстреливать Почему Почему Просто Why Как бы Я Спрашиваю Так Аншана Заработали Двух Послов Да Отлично Так Там Стоим Лечимся Подходим Тут Подойдем К Матерхорну Тут Подойдем К Матерхорну Блин Вообще Не пройти Тут Какой-то Вот Это Какой-то Затерянный Мир Там Будет Так Опять Остается Один Ход Кампус Я точно Не хочу Строить Ну Придется Прачника Еще Одного Сделать Чтобы Опять Три Было И Возможно После Этого Пойду Тогда Стрельбу Из Лука Открою И Апнуть Быв Лучников На Сам Остается Ранней Империя Ускорена А Мне Надо Ранней Империи Да Чудо Света Мне Кстати Все Равно Бы Построить Что С Храмом Махабодхи Вот Тут Возможен Храм Махабодхи Между Прочим Надо Бы Опять Не Вырубить Лес Как Я Обычно Делаю Храм Махабодхи Строится Рядом Со Священным Местом Где Есть Храм На Лесе Поэтому Я Вот Ну Еще Тут Кстати Возможен Между Прочим Так Что Надо Так Предварительно Просто Смотреть В каком Городе Побольше Производства Будет В тот Момент Достаточно Жилья Ну Понимаю Понимаю Это Сразу Амбар В очередь Тут Поставлю Только Монумент Стоит Купить 120 Просто Так Скульптурой Фигово По сравнению С Галом Например И Выход В античность Золотой Век Означает Что Эта Серия Закончена Спасибо Что Смотрите Для Спонсоров Я их Буду Сразу Выкладывать По Мере Записи А Для Остальных Зрителей Они Будут Выходить Раз В день Играйте В умные Игры Всем Пока Спасибо Что Досмотрели До Конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока Субтитры